МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...которая занимается выращением крупного рогатого скота мясным животноводством. Что произошло и каковы последствия, каковы причины, каковы последствия этого процесса, мы об этом будем говорить во втором части. Всем, кому эта тема близка, пожалуйста, сообщай телефон 211-101, будет прямой эфир, задавайте свои вопросы и высказывайтесь. Кроме того, к этой теме приурочен опрос на нашем сайте и на нашей группе ВКонтакте. Заходите и голосуйте. В первом части совершенно иная у нас тема. Развитие дорожной сети Кировской области, результаты работы и перспективы. Гость в студии Михаил Поршнев, министр транспорта Кировской области. Михаил Николаевич, добрый день. Добрый день, ведущий. Добрый день, уважаемые слушатели. Михаил Николаевич, дебют в нашей студии. Мы уже до эфира поговорили о многих аспектах, которые хотелось бы передать и нашим горожанам, с жителям Кировской области. Прежде всего, конечно, нужно начать с проекта «Безопасные и качественные дороги». Сообщаем Михаилу Николаевичу, что мы здесь подробно стараемся разбирать все параметры и все этапы течения этого проекта, что касается города и что касается области. В основном все-таки города, Светлана. Города, безусловно, акцент больше. Но поскольку уже ноябрь месяц, то, естественно, можно подводить некие итоги реализации проекта у нас в регионе. И понимание у нас уже есть, что мы попадаем в 2018 год в эту программу. И понимаем, что не без труда мы туда попали, на самом деле. И очень много вопросов стояло. Тем не менее, давайте так и разобьем сегодняшнее наше общение. Мы подведем итоги и, безусловно, будем говорить о перспективах на 2018 год. И я знаю точно, что была поставлена задача губернаторам Кировской области, что касается города Кирова как минимум, а может быть и других муниципальных образований, синхронизировать работу по проекту «Безопасные и качественные дороги» и «Комфортная городская среда». Вчера здесь у нас были представители Т-плюс, компания, которая занимается теплоснабжением. Здесь были представители администрации и общественные палаты. Они ездили в Ижевск, изучали там опыт консессии. В том числе мы говорили о раскопках разных, о перемещениях этих труб. То есть скорее об опыте, как синхронизируется, скажем, в Ижевске приходит работа по синхронизации этих работ, чтобы не было такого, как иногда бывает, когда улицу у нас заасфальтировали. То есть у нас такое продолжение в этом смысле здесь будет. Ну давайте начнем все-таки с результатов нашей работы в этом году по проекту «Безопасные и качественные дороги». Позвольте немного рассказать, что подразумевает приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Федеральным дорожным агентством и Минтрансом в конце 2016 года был разработан, предложен проект по улучшению уличной сети городов-миллионников. Первоначально, после того, как остались дополнительные деньги, были включены города-полумиллионники. Кировская область вошла в один из 38 субъектов, которые приняли в этом участие. Уличная и городская сеть предполагается города-полумиллионника и агломерации. В агломерацию попадает муниципальное образование Слободской, муниципальное образование Кирово-Чепецк. В 2017 году было отремонтировано 128 километров и 77 участков. То есть работы-то уже закончились как бы по этой программе в этом году, да? Да, работы закончились. То есть можно уже сказать, что они закончились, потому что мы несколько раз в студии как раз собирались и всякий раз подводили вроде бы итоги, а потом говорили, да нет, еще осталось кое-что. Остался один объект, всем уже, наверное, набивший оскомина, Киров-Русская. Киров-Русская, да? Да, по нему выполнена работа в полном объеме. Вот, но, к сожалению, лабораторные анализы пяти километров показали некое отклонение. Сейчас уже температурный режим превышен, не позволяет закончить. Вот, мы этот объем работы перенесем на следующий год и включим его в... Ну, подрядчик это все доделает, то есть все, что положено. Да, выгодное отличие ремонтных работ, которые проведены в этом году, это гарантийные обязательства, которые будут нести подрядчики в течение четырех лет по содержанию в том состоянии, в приведении в нормативное состояние. Если начинать с того, в каком состоянии находились дороги и к чему мы придем, то нормативное состояние Кировской дорог составляло 20% нормативного, то есть при 529 километрах протяженности только 100 километров в соответствии с нормативным состоянием. В этом году по итогам было отремонтировано 108 километров, и, соответственно, эта цифра планка поднята до 35, это необходимые были условия участия в программе безопасной качественной дороги в следующем году. Эта цифра достигнет 50%, будет выделено 1,4 млрд в деньгах, соответственно, 128 километров. То есть по итогам вот этих двух лет получится, чтобы половина дорог Кировской области и протяженности будет соответствовать нормативам? Именно Кирова. Кирова, города Кирова. Кирова, Кирова, Чапецка и Слободского, да. Соответственно, когда мы начинали участие в этом проекте, мы из 38 субъектов находились на предпоследнем месте после Саратова. Поэтому, например, нас трудно сравнить с такими городами. То есть в Саратове все-таки хуже было? Это единственный плюс. Это моя родина, просто как бы обидно тоже. Да, то есть нас трудно сравнивать с Тюменью, с Казани, где эти показатели соответствуют 50-70%. То есть уже на входе в программу там было больше 50% было, да? Поэтому мы максимально пытались удлинить уличную сеть, то есть включали именно физические показатели, это протяженность и квадратные метры. К сожалению, не получилось включить в эти объемы ливневые канализации, тротуары, искусственные сооружения. И, наверное, в 2018 году то же самое произойдет, потому что нам важно выполнить 50% показатель приведения в нормативное состояние. Но уже сейчас, я думаю, что жители Кирова могут отметить, и скорость движения на многих участках увеличилась, особенно центральных улиц. Что есть, то есть. Но все-таки, вот я как бы, у вас же читал один из летних материалов вашего, вы говорили, что все-таки в следующем году, может быть, удастся обратить больше внимания, вот и на ливневку в том числе, потому что эта проблема очень большая. Вот эти все прекрасные новые дороги, они из-за отсутствия ливневки просто через два года разрушатся. Данная программа продлится до 2025 года, вот, и мы уже, общаясь с городской администрацией Кирова, уже пришли к выводу, что нужно синхронизировать программы, нужно синхронизировать бюджеты. То есть, если область и федеральные деньги, они участвуют больше в строительстве дорог, то городу надо обратить внимание, то есть, на приведение тротуаров, съездов и дворов, скажем так, в приглядный вид, чтобы был некий законченный вид. Мы уже провели несколько совещаний, завтра будет опять совещание на базе города, мы дадим свое предложение, потому что на 2018 год уже сформирован адресный перечень. Есть, наверное, адресный перечень по программе городской среды, вот, есть некий понятный бюджет у города за счет его собственного дорожного фонда, когда можно, ну, получить тротуары, ливневую канализацию. Есть вопрос, возникает такой, ливневая канализация довольно сложное инженерное сооружение, то есть, надо проектную документацию готовить очень заранее. То есть, вот эта работа уже начинается, или вот, как вы скажете? — Да, конечно, то есть, понятно, что только спроектирование ты можешь делать, то есть, нужно создавать дорожную карту, обратным счетом идти, то есть, мы должны обещать то, что выполним, и выполним вовремя, то есть, не надо давать обещание, что там за ближайший год изменится что-то, и у нас будет город-сад. — В чудесам это, вновь, не верно, понятное дело, да? — Да, Москва тоже не сразу строилась, и... — Тем более после такого периода, когда ничего не делала. — Да, я для себя записала, вы уже говорите здесь на профессиональном сленге, я для себя пишу, значит, некоторые моменты, которые нужно будет пояснить все-таки. Мы это обязательно сделаем после короткого перерыва, во-первых, что такое адресный перечень, какую такую дорожную карту нужно составлять. Единственное, что я поняла сейчас, Коля, из последней вашей части беседы, что ливневок в 2018 году, работа над ливневками, производиться не будет, я имею в виду, строятся новые ливневки в городе не будут. Или так городу вопрос. — Слушайте, а давайте сделаем паузу, опять же после нее. — Да, понимаешь, я же пишу, я не только тут в Facebook наше видео выкладываю, я же слушаю внимательно, о чем вы говорите. Поэтому я бы предложила все-таки про реализацию комплексного подхода поговорить чуть-чуть попозже. Давайте мы завершим вот этот блок по результатам работы над проектом безопасной и качественной дороги в этом году четко и расскажем про то, что будет в следующем году. А потом большой блок посвятим работе с городом и синхронизации вот этих действий. Но ливневки мы уже записали. Приверем сейчас буквально на полминуты и снова будем говорить в нашей студии с Михаилом Поршневым, министром транспорта Кировской области. Продолжаем разговор в студии Николая Голиков и Светлана Занько. Говорим мы с Михаилом Поршневым, министром транспорта Кировской области. Говорим о развитии дорожной сети Кировской области. Результаты работы подводим за текущий год, за 2017. И дальше перейдем к перспективам 2018 года. Здесь уже зацепили, я уверена, мы, ваше внимание, слушатели, ливневками. Потому что большой блок сегодняшней беседы посвятим синхронизации действий по проекту безопасной и качественной дороги. По городской среде, конечно. По городской среде. Плюс, естественно, кроме этих двух федеральных программ надо учитывать еще и муниципальные какие-то отдельные программы и региональные. Но ливневки уже зацепили. Там еще и тротуары зацепим, я уверена. Итак, в этом году мы должны были выйти на качественные показатели, которые позволили бы нам участвовать в 2018 году в проекте безопасной и качественной дороги. Мы на них вышли. Можно выдохнуть, деньги федеральные к нам придут, и мы будем участвовать в 2018 году. По 2017 году вы очень важный момент сейчас отметили, Михаил с Николаем, что проблемный вот этот блок большой, очень показательная дорога, конечно, на русская. Дорога на русской, это вообще прям такая история, которая, наверное, красной нитью пройдет все эти пять лет работы безопасных и качественных дорог. Здесь выявилось все. По крайней мере, судя по нашим эфирам, по экспертным оценкам, по работе группы по контролю за ремонтом дорог. Да, это начиная от торгов и когда выиграет компания, которую не знают местные, всегда настораживает. Да, непонятно, как будут люди отмечать. Как по передаче субподрядчикам. Да, немедленная практически, да. Немедленная подряд. Довольно странная все-таки торги. Да, отсутствие достаточного количества техники, чтобы выполнять эту дорогу. Прокладка дороги в неподходящих условиях погоды. Жалобы граждан на то, что вот здесь не отсыпали, тут не досыпали, здесь недостаточно сантиметров и прочее. И несколько участков оказалось, что они не собирались делать, потому что там, оказывается, почвы ходят ходуном. Там люди тоже не понимают, что такое. Жили-жили, оказывается, мы жили на таких почвах, которые ходуном ходят. Да, и как результат, Михаил Николаевич, вы озвучиваете, что дорога на Русской в этом году сдана целиком не будет. Давайте на примере Русского этой дороги за две минуты разберем те факторы, которые вы отметили и поняли, что вот здесь не учли, здесь промах. Потому что ведь не только субподрядчики такие плохие, ведь, наверное, и планирование было где-то не очень. Да, давайте коротко про Кира Фрусская. В рамках проекта безопасной и качественной дороги первые два года это предполагаются не капиталоемкие мероприятия. Это просто ремонт. Ну, для обывателя, поясню, это без изменения дорожной одежды. То есть только снятие верхнего слоя, выравнивание и укладка верхнего слоя. Соответственно, программа была запущена в конце 2016 года, и у заказчика дорожного хозяйства не было изысканий, не было проекта. Соответственно, понять, где был износ дорожной одежды, возможности не было, потому что это фактически уже было под снегом. Когда подрядчик выиграл, провел обследование, изыскание, то получилось, что часть работ не были учтены. Поэтому, конечно, для обывателя и для, скажем так, не эксперта возникали вопросы, почему какой-то участок не делался. Но сразу хочу сказать, тот участок, который не был сделан, он был продлен и сделан в полном объеме, в том же объеме, не уменьшая ни стоимости, ни физических показателей. Соответственно, были выведены деревянные лежневки, то есть со времен царя Гороха. Поэтому просто уложить на это асфальт было бы некорректно, неправильно, и нам пришлось бы переделать. В следующем году, или в следующем два года, будут проведены проекты искательские работы, и это уже будет капиталоемкое мероприятие, потому что это уже не ремонт, а капитальный ремонт с изменением одежды, с укреплением грунтов. Поэтому, естественно, объект большой, достаточно емкий, и поэтому все вот эти шероховатства, они были на нем выявлены. Особенности от БКД, как вы уже правильно заметили, что нам рекомендовал федеральный центр, это активное участие именно общественности и самого населения, привлечения их к приемке работ. И мы хотим поблагодарить и общественность, и СМИ, которые достаточно к этому делу подошли ответственно. Четыре объекта были переделаны по результатам приемки. И как хочу напомнить, все подрядчики будут нести обязательства гарантийные в течение четырех лет, чего не было до этого. Поэтому мы не сомневаемся, что дороги со снегом не сойдут. А если будут какие-то дефекты, мы знаем, к кому обратиться, чтобы это было устранено. Я правильно понимаю, что дорога Киров-Русская, чтобы закрыть уже эту тему, да, с дорогой Киров-Русская, она будет еще ремонтироваться, и там будут участки капитального ремонта в течение даже не одного года? Да. Вопрос, что не было принято последние пять километров, потому что не прошли по коэффициенту влагостойкости. Есть, проведено уже совещание с подрядчиком, с заказчиком, есть варианты выхода из ситуации. Это либо использование Дарсана, либо это укладка верхнего слоя дополнительно. Что такое Дарсан? Это некая смесь, которая позволяет убрать влагосодержание из верхнего слоя. Здесь вот смотрите, Михаил Николаевич, проблема-то вот какая высветилась, мне кажется, в русском, что там вся эта документация была, в принципе, приготовлена очень давно, по-моему, насколько я понимаю, чуть ли не в 2011 году. За это время многое изменилось, и когда вот эта программа началась, то так как все были немного не готовы, то вот эти документы, которые были, те, собственно, и использовались. Сейчас же уже все прекрасно понимают, что в следующем году деньги будут. Вот как идет, вот сейчас уже не должно ведь такого быть, чтобы была какая-то непродуманная проектно-смертная документация, так ведь? Сейчас у нас больше времени. В сентябре уже было проведено на общественном сайте голосование, то есть выявлен уже адресный перечень, с которой выбирается. То есть у заказчика есть возможность обследовать те участки улиц, которые должны попасть, и уже подойти, уже более, как сказать, подготовлено к подготовке к конкурсу. Чтобы вот как раз вот этого всего не происходило, когда приезжает подрядчик и вдруг видит, что несоответствие. Да, но меня сейчас Коль настораживает то, что говорит Михаил Николаевич, что было достаточно времени, что у заказчика были возможности, есть возможности, сейчас появились. Это все появилось, работа-то идет. Вы видите, что ее действительно готовят техническую документацию в срок и в соответствии с требованиями нынешними? Да, конечно. То есть мы сейчас как раз проводим защиту этих объектов, потом поедем защитить их в Федеральное дорожное агентство. Это в какие сроки произойдет? Это началось с сентября, закончится ноябрь-декабрь. То есть вот уже здесь? То есть все в этом году, да? Конечно. Вот уже здесь. А документацию готовит кто? Документацию готовит дирекция, если мы берем город Киров. А что касается региона, региональной дороги? Вы тут активно говорили до эфира. Нет, мы обсуждали тему немножко совсем другую. Как бы это связано было с тем, что наша трасса стала федеральной от Костромы на Пермь, насколько я помню, да? Да. И в связи с этим она подпадает теперь под действие системы Платон. Она уже подпадает или подпадет только? Она подпадает с момента ввода. То есть там уже действует эта система? Но пока деньги не взимаются. Но скоро начнут взиматься. И, соответственно, как только деньги начнут взиматься, то все эти наши любимые большегрузы, они начнут искать обходные пути. Ну, понятно, рыба ищет где глубже. А по нашей информации поставят четыре рамки на дорогу Пермь-Киров-Кострома веса габаритного контроля. Соответственно, появится возможность объезжать федеральную трассу путем передвижения по региональной сети, что может нанести вред региональной сети. А вы мне расскажите, пожалуйста, вот я езжу тоже в разных направлениях. Дорога Пермь-Киров-Кострома, я по ней не ездила никогда, не знаю. Вот сейчас там ездит, мы знаем, какой там грузопоток, чтобы оценить, какое количество транспорта переместится на другие дороги, которые вот наши региональные. Это измеряемая величина, то есть она меняется, потому что дорога качественно улучшилась. Раньше на Кострому проехать было практически невозможно. Если мы говорим, что все на Нижний и на Москву ехали через Нижний, Южкоралу, сейчас этот поток увеличивается, сам там езжу, потому что приведено в нормативное состояние. У федеральных агентств денег на нормативное содержание выделяется больше, поэтому это большой плюс для области, что эту дорогу передали из региональной в федеральную, потому что они обязаны привезти в нормативное состояние 100% в ближайшие два года. То есть мы уже оценили это на дороге Вятка, то есть мы все видим качество дороги. Соответственно, это большой плюс Кировской области, что передаем областные дороги федеральные, и такой же у нас тенденция принятия из муниципальных дорог в областные, для того, чтобы увеличить качество нормативного содержания, состояние этих дорог. Но здесь проблема-то, Светлана, ты немножко даже нас не дослушал. Дело в том, что когда люди поедут, как бы уже рассчитаны дороги, куда в основном пойдут? Дорога Киров-Яранск, дорога Киров-Вятские поляны. И поэтому было как бы принято, насколько я понял, решение, что на этих дорожках тоже надо, пожалуй, вести пункты весового контроля. Но для этого определенные средства тоже требовались ведь. Как вот этот вопрос решается сейчас? Мы вышли с предложением правительства об установке четырех рамок, как раз дороги на Советск, дороги на Малмыш. Сейчас этот проект проходит согласование. Понятно, что с ограниченностью бюджета областного мы предложили один из вариантов, это касается частного партнерства, либо лизинга, проработанного там с банками, не буду рекламировать какой. То есть сейчас три предложения вынесены. Соответственно, мы предполагаем сделать это не за деньги области в текущий момент, а либо за лизинговые, либо за частное партнерство. Это чтобы вот эти пункты весового контроля установить, да? Ну, чтобы те машины, которые поехали... А вот что это дает сейчас, Михаил Николаевич? Он даже в цифрах может сказать. По нашим просчетам, ущербное носимое по дорогам на Советский Малмыш в год примерно составляет 600 миллионов. Так если мы наших перевозчиков немного дисциплинируем и заставим ездить без перегруза, то это приведет в первую очередь к сохранению бюджета на ремонт. И у нас дороги дольше простоят, региональные, и меньше денег мы потратим в ближайшее время. А перегруз до сих пор типичная ситуация? К сожалению, да. Потому что с учетом того, что у ГИБДД не хватает личного состава, у нас весовых передвижных постов в Дорожном комитете всего два. Мы можем работать только днем. Ночью происходит злоупотребление. Выходные тоже с удовольствием ездят. Мы здесь понимаем, что это некая коммерческая составляющая, что коммерческая организация толкает к этому экономика. Поэтому мы должны на законном основании предлагать какие-то меры. Тем более уже положительный опыт есть у наших соседей в Нижнем Новгороде, в Татарстане. Это дает свои плоды. То есть если даже и собираемость в областной бюджет штрафов не так сильно увеличится, то увеличится количество лицензий, разрешение выдаваемых на провоз крупноговорительного и тяжеловесного груза. А во-вторых, приводит к дисциплине и в принципе нарушение уменьшается. Из чего мы начали, на самом деле и сохраняются дороги. То есть вот эта экономия средств на ремонт этих дорог, эти 600 миллионов изменят очень серьезные суммы. Михаил Поршнев, министр транспорта Кировской области, у нас в гостях по теме дальнобойщиков. Хочу немножечко у вас еще спросить, Михаил Николаевич. В начале лета правительство области договорилось с Союзом дальнобойщиков в Кировской области создать союз по взаимодействию с кировскими дальнобойщиками. Некий комитет или союз, или рабочая группа, но как-то об этом говорили. Дальнобойщики тогда закрыли все свои пикеты. Вроде бы была какая-то договоренность. Они там просили делать какие-то им еще там парковки, стоянки и что-то еще, перехватывающие какие-то пункты. Потом информация как-то абсолютно ушла из поля. Но в связи с тем, что сейчас в федеральной повестке появились сообщения буквально вчера, что дальнобойщики снова готовятся к декабрю. Они собираются пикетировать, выходить на пикеты как раз к тому времени, когда будут регистрироваться кандидаты в президенты. Нас, конечно, интересует и волнует эта история. Она все равно всплывет. Кировские дальнобойщики очень активные. Проходила ли какая-то работа? Встречались ли вы с лидерами движения дальнобойщиков и какие-то, может быть, вопросы решали? Дважды мы встречались с лидерами дальнобойщиков. Мы выслушали все их требования. В одном из совещаний участвовал Игорь Владимирович. Он сам попросил это совещание провести. На сегодняшний момент следующее направление – вариант решения вопроса. Требования, которые к нам предъявили. В первую очередь дальнобойщиков интересует их загруженность, потому что их выручку перебивают посредники некие. И нет постоянного грузопотока, и у них демпингом снижают ставку транспортную. Соответственно, было принято решение их объединить в некое объединяющее агентство, которое будет заниматься, скажем так, со стороны правительства, будет найден сбыт. То есть крупные предприятия напрямую будут заключать договоры поставки с этим союзом. Потому что очень много маленьких предприятий, где по 2-3 машины, соответственно, им приходится конкурировать с некими операторами, которые демпингом их убивают. Для того, чтобы союз мог существовать, нужна какая-то платформа, какая-то база. Мы в первую очередь земля, где машины могут проводить техосмотр, ремонт, загрузку, перегрузку. Мы дали три варианта решения земельного участка ближе к федеральной трассе, потому что, естественно, федеральная региональная сеть более к этому поспал. И, естественно, союз хочет участвовать в неких решениях, увидеть, что правительство делает в этом направлении. Поэтому на какой-то понятной основе, ежеквартальной, ежемесячной, мы готовы проводить эти совещания и, в принципе, выслушивать все пожелания. Потому что тут, понятно, они ближе к этой теме, они знают, что они хотят. Сейчас все затихло, я так понимаю. Движение на чем остановилось? Идет диалог, то есть мы свое предложение правительства сделали. Сейчас просто идет обсуждение вот этой площадки, привлечение инвестора, потому что понятно, что либо союз нам даст какого-то инвестора, либо мы подыщем. Но общее понимание, то есть мы приходим, то есть здесь в первую очередь взаимовыгодной должна быть сотрудничество. То есть дальнобойщики должны понимать, как мы им помогаем. Соответственно, они не против самого Платона изымания денег, а именно то, что их расходная часть увеличивается, а доходная осталась на том же уровне, который была 5 лет назад. В первую очередь за счет того, что серые диспетчера просто перебивают ставки, то есть к нам заезжают Нижегородцы, Пермики, вывозя обратно, они просто забивают ставку. Соответственно, нам нужно с крупными предприятиями заключать, чтобы они были в первую очередь обеспечены загрузками. Чтобы у них не только расходная часть росла, но и доходная. Работа сейчас идет. Мы прервемся на две минуты. У нас реклама. Напоминаю, что мы говорим о развитии дорожной сети в Кировской области и в Кирове с Михаилом Поршневым, министром транспорта Кировской области. Николай Голиков и Светлана Занькой сегодня в дневном развороте. В первом часе мы говорим с Михаилом Поршневым, министром транспорта Кировской области, о развитии дорожной сети Кировской области. Сейчас вот на город все-таки перейдем ближе к городу. О синхронизации действий по проекту «Безопасные качества на дороге и комфортная городская среда» хотелось подробнее поговорить. Это очень важно и интересно. Собственно, про синхронизацию действий и про комплексное развитие территорий сейчас все чаще и больше говорим мы на разных площадках и в правительстве, и в общественной палате, и в администрации даже уже вместе пытались собраться, чтобы поговорить по этому поводу. Но вот здесь вы уже, Михаил Николаевич, в первой части программы говорили, что поставлена такая задача Игорем Васильевым, нашим губернаторам, и что работа пошла, и что требуется адресный перечень от городской администрации, и что должна быть составлена дорожная карта. Но для меня, например, непонятно, что такое адресный перечень, кто будет составлять дорожную карту. Еще раз, слушатели, я до сих пор не могу, для меня до сих пор дорожная карта это какое-то что-то неестественное, план действий, так скажем, да? Ну хорошо, адресный перечень и дорожная карта. Чтобы понять, что такое дорожная карта, это некие правильные последовательности действий, которые регламентируются сроками. Если мы пляшем от обратного, пойдем в обратную сторону, чтобы нам выполнить работу в сезон, сезон у нас заканчивается, скажем так, в октябре, нам надо начать приступить к работам в начале сезона, в мае. Чтобы в мае можно приступить к работам, нужно отыграть конкурсную процедуру, которая длится два месяца с выбором подрядчика. Два месяца, и все нормально? Когда проходят конкурсные процедуры? С момента выделения, доведения денег, субсидий до заказчика, то есть до муниципального образования Кирова. То есть сначала подписывается соглашение с федерального агентства, с правительством министерства транспорта. Министерство транспорта подписывает соглашение с городом. Город проводит закупочную процедуру, в течение 20 дней заключает контракт с подрядчиком, дальше идет выполнение. И все это нужно сделать до того, чтобы в мае начались уже работы. Соответственно, можно понять, когда это должно начаться. Чтобы понять, сколько денег в процедуре, нужно иметь проектно-сметанную документацию. Чтобы иметь проектно-сметанную документацию, нужно иметь адресный перечень, чтобы иметь с километрами, метрами и так далее. Соответственно, к этой работе ее надо провести всю техническую документальную до декабря месяца. Текущего года. То есть адресный перечень, например, это список тех дорог, которые будут ремонтироваться в следующем году по этой программе. При этом адресный перечень выбирается не кем-то из Министерства дорожного хозяйства. Проводится общественное слушание граждан, которые видят убитые дороги. Общественность предлагает некий перечень, за который голосуют. На сегодняшний день этот перечень сформирован. Единственный момент, к чему мы уже возвращались. То есть финансово мы немножко ограничены. Мы в первую очередь зависим от протяженности. То есть нам нужно выполнить показатели 50% нормативного содержания. Поэтому какие-то улицы широкие, скажем так, которые нас немножко вниз утянут. Например, там Октябрьский проспект или улица Воровского. Мы, например, в полном объеме выполнить не можем, потому что не достигнем нужных показателей. Гелометраж не нагоним. Совершенно верно. То есть к 2025 году, естественно, они тоже будут отремонтированы. Сейчас мы просто некие заложники сложившейся ситуации и качества дорог, которые сложились за последние 20 лет. Это неплохо, потому что второстепенные дороги в гораздо худшем состоянии, чем магистральные. Очень много как раз этих вот наших узеньких, которые очень как раз к этой программе подходят. Есть просто трагические, да, абсолютно участки. Ну, слушай, ну вот в этом году, когда свободу сделали улицу, да, вот наконец-то. Любо дорого. Любо дорого. Ждем Капсамольскую улицу. Я просто не помню на моей памяти такого с улицы Свободы. Я сейчас как раз по этой улице и ты. Да, я надеюсь, да. Ребенка и ребенка возим в школу. И это каждый день ощущаем. Совершенно. Соответственно, что подразумевает синхронизация? Есть программа «Доступная городская среда», где также общественным слушанием выбираются адреса дворов, которые будут приведены в комфортную городскую среду. Плюс проект местных инициатив, где сами горожане хотят свои дворы отремонтировать совместным софинансированием. Мы завтра проводим совещание с главой города Еленой Ковалевой и с представителями ЖКХ, Минтранса и заказчиками. Мы предложим свой перечень, уже как бы утвержденные, сверстанные, и предложим также синхронизировать программу «Доступная городская среда», ЖКХ и городу. Соответственно, мы думаем, что это приведет к некому законченному виду, когда и дороги, и тротуары, и бордюры, и дворы будут ремонтироваться одновременно. А не когда отдельно ремонтируются сначала дороги, потом коммуникации, а потом дворы, когда одну и ту же работу делаем дважды, и нет законченного вида, и жители задаются вопросом, а почему нельзя? И в итоге, когда еще делают одну работу, предыдущую, работа немножко уничтожается, потому что начинает ездить техника и снимать бордюры. Здесь для понимания обывателей сложность заключается в том, что разные бюджетные деньги, разные программы, разные ведомства. И как раз вот когда мы готовим техническую документацию, вот нам надо выбрать те адреса и синхронизировать именно, чтобы эта работа проводилась синхронно разными ведомствами в одном направлении. Они последовательно, сначала одни, потом другие, потому что подогнать одно под другое гораздо сложнее, чем сделать сразу правильно. И это новый вызов, это новый такой запрос, так мы раньше не работали. Было предложение на круглом столе в правительстве полторы недели назад начать такую работу по каким-то отдельным районам, то есть взять микрорайоны какие-то и на них отработать в следующем году. А вы как себе это представляете? Ровно так и представляю. То есть Игорь Владимирович как раз дал это поручение, он также принял участие в приемке объектов, и как раз все задались вопросом, почему не так. Исправить уже в 2017 году не было возможности, потому что программы были утверждены, контракты заключены, и всего лишь у нас получилось так, что один объект на улице Кочкиной, то есть совпали, когда по БКД мы этот объект дали, и был два двора отремонтирован. В этом году, ну мы доложим, наверное, где-то через месяц, то есть я думаю, что синхронизированы будут ряды объектов, то есть больше и больше будет таких законченных объектов с законченным видом. Здесь мне еще хотелось бы, вот вы уже говорили о той роли, которую играют наши общественные контролеры, все-таки, да, они в этом году, я не знаю, конечно, я такой активности со стороны ни кировчан, ни вот каких-то активистов не видел. Вот когда сейчас идет утверждение вот этой вот адресной базы, да, вот этого согласования, как они участвуют в этом все? Держат ли они все это на контроле? Нет, естественно, они все держат на контроле, естественно, они участвовали в общественных слушаниях, то есть совместно с ними был этот адресный перечень выбран, утвержден. Потому что были определенные замечания вот по этому году, когда говорили, что некоторые дороги очень странным образом в этот список попали. Ну мы открыты в любом случае для диалога с общественностью, то есть и готовы ответить на вопросы, и принять и мнение, и участие, и ответить на вопросы, почему так, а не так. Ну на самом деле, когда мы говорим о синхронизации действий, то, что вы, Михаил Николаевич, описали, то есть что нужно делать, дорогу, тротуар, газон, сквер, двор и все одно момента, тут никак не обойтись, коль, без общественности. Я понимаю, о чем ты сейчас говоришь, и не только без людей, которые входят в группу по контролю за ремонтом дорог, потому что это другая история, потому что если мы говорим о дворовых территориях, то ППМИ это общественный во многом проект, то есть без общественности никак вообще, ну не говоря уже о том, что обе федеральные программы требуют присутствия общественности. Но выбор, например, что делать в дворовой территории, все-таки тротуар, чтобы у нас было красиво все, или поставить детскую площадку, или закатать парковку, это работа в том числе и специалистов по ППМИ, которых тоже нужно привлекать в эту рабочую группу. Если мы говорим о газоне или о сквере, который там строится, и на этот сквер не выделены деньги по формированию комфортной городской среды, но у нас есть проект 30 скверов, то это должно быть туда привлечено. То есть на все денег не хватает, но есть другие инструменты. На самом деле в этом была история, что нужно собираться в какой-то оперативный штаб по синхронизации не только правительству и администрации, но и тем специалистам, которые занимаются разными проектами. Миша Шевелев и Женя Дрогов должны тоже там быть, потому что они заведуют по ПМИ и работают с населением непосредственно. Общественная палата, которую несколько проектов проводят по благоустройству, тоже. И это такая прямо очень глобальная работа. Но если мы эту схему отработаем в следующем году, то совершенно по-другому пойдет вот эта история. И надеюсь я... Правда, у тебя такой скептический. Я не про это, я тебя уже понял, у меня никакого скептического лица. Я просто смотрю на тебя и жду, когда ты скажешь роковое слово. Ты обещала сказать в конце передачи роковое слово «Ливневка». Да, роковое слово «Ливневка», на которое в 2018 году по программам федеральным денег нет. А это значит, что город должен будет сам об этом как-то думать. Это же не значит, что совершенно ничего я не буду делать. Вернемся к понятию дорожной карты. Чтобы сделать ливневую канализацию, нужно провести проектно-изыскательские работы. Соответственно, это через конкурсную процедуру с заключением контракта с пониманием, сколько денег потребуется на строительство. Понятно, что это не сделать сразу, но сейчас уже надо озаботиться про проектно-сметную документацию, пониманием, сколько денег... И проектно-сметная... Простите, что прерываю. По-моему, у нас с тобой, Коля, это было в эфире. Проектно-сметная документация на ливневку составляет 70% от всего проекта по строительству ливневки. Нет, проектно-сметная документация, как правило, 10% составляет. То есть это не такое денежно-емкое мероприятие. А все остальное — это уже устройство? Все остальное — это устройство. Здесь мы просто уходим в то, что в 2018 году... Просто мы физически, если мы возвращаемся к памяти дорожной карты, это сделать не сможем. О том, что мы можем сделать в 2019 году, надо заботиться уже сейчас, чтобы проекты были, чтобы было понимание, сколько денег потребуется. А уже какое финансирование будет привлечение — это уже второй вопрос, который, в принципе, обсуждается. То есть как бы сейчас актуально именно составление документации? Да, просто понятно. Для того, чтобы в 2019 году, может быть, если будут средства, эти все проекты можно было реализовать, они были уже готовы? Так они и будут, потому что как раз задача проекта безопасной качественной дороги — это приведение в нормативное состояние. То есть первое — догнать цифры. В следующих, в 2019-2020 годах уже предполагаются капиталы емкие мероприятия. Догнать цифры имеется в виду километраж. Километраж, да. А потом будем уже прокатиться. Физические показатели — 50% нормативного состояния и устранение очагов аварийности. А с 2019 года как раз предполагается капитал емкие мероприятия за счет, опять же, федеральных средств. К этому моменту должно быть понимание, сколько нужно, в каком объеме, в каких деньгах. В том числе и ливневки. В том числе, да. То есть речь идет о том, что в 2018 году должна быть подготовлена полностью документация. Просто здесь, да, я хочу коллег защитить, заказчиков, директора рожного хозяйства. Просто, может, они недостаточно довели до населения эту проблему, что невозможно было сейчас их выполнить, потому что документация предполагала только замену верхнего слоя асфальта. Нет, мы об этом говорили как раз, что поставлены были в прошлом году все в такие сложные условия, такие сжатые сроки, просто манна небесная свалилась внезапно, что называется, что не были готовы, но то, что уже попали в эту программу, то, что достигли там показателей необходимых. И то, что выполнили в этом году, да. Совершенно верно. Это, конечно, большой плюс и почет и уважуха, что называется. — Большое спасибо, Михаил Поршнев, министр транспорта Кировской области. Был у нас в гостях, Михаил Николаевич. — В первый раз, я думаю, дебют удался. — Приходите еще. Я думаю, что когда будет сформирована рабочая группа по синхронизации, надо будет вот это тоже рассказать и обсудить, как это вот будет все происходить. — Да мне кажется, надо просто нам с тобой держать руку на пульсе, вот как происходит все, чтобы к следующему году, к весне, вот эти торги состоялись, и работа началась в мае. — Проконтролировать. — Да, мы должны тоже проконтролировать. — Спасибо. Первая часть разворота завершена. Сейчас будут новости, тематические программы и рекламы. Во втором части будем говорить с фермерами. — Спасибо.